Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Давай сегодня я начну с выдержки из Википедии И потом предложу тебе одну загадочную штуку Но я думаю, этот ролик, этот подкаст, он войдет в историю Его будут кидать людям, уважаемым, занимающим определенные государственные посты Для того, чтобы человек задумался и для того, чтобы все-таки наше общество начало меняться Это у нас одна тема, одна из важнейших То есть у нас тема разумного мышления Разумного мышления и разумного подхода в обществе, к обществу И она настолько социально важна и настолько социально табуирована Что, наверное, вообще разговор на эту тему и вообще вот эти взгляды наши Они будут будоражить мозг любого здравомыслящего человека, именно здравомыслящего Потому что они заставят мозг включиться Да, но начнем с чего? Википедия Наиболее знаменитый эксперимент Калхона был поставлен на мышах Условное название эксперимента «Вселенная-25» В июле 1968 года в проволочении в лаборатории на базе Национального института психического здоровья Были помещены 4 пары мышей Дальше можно прочитать Было 25 экспериментов, которые дали один и тот же результат И нас интересует не сам эксперимент, о нем можно прочитать За него была вручена Нобелевская премия Начиная с 315 дня, то есть мыши были в идеальных условиях Они размножались и давали из поколения в поколение И вот начиная с 315 дня проведение эксперимента темп роста популяции значительно замедлился И численность мышей удваивалась каждые 145 дней Началась третья стадия С-эксперимента В этот момент в баке проживало 620 мышей и формировалась определенная социальная иерархия Появилась категория молодых самцов, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии В колонии по периметру загона Отличить группу отверженных можно было по искусственным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго Стареющие мыши не освобождали место для молодых грызунов После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались пассивностью Либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых других мышей Беременные самки становились менее защищенными от случайных атак В итоге они сами стали проявлять агрессию, именно они, они самцы, стали активно защищать свою территорию При этом агрессия проявлялась по отношению к своим детям В результате рождаемость значительно упала, смертность молодняка достигала значительных уровней И вскоре потом пошла последняя стадия D, и потом мышиная цивилизация просто гибла То есть мыши погибали И момент начала деградации мышиной популяции ознаменовался тем, что появлялись старые мыши Которые загрызали молодняк, не давали ему развиваться Рождая отверженных, появлялись красивые самцы и неразмножающиеся самки Тоже на последней стадии они уже появлялись То, что в человеческом обществе можно считать гомосексуализмом и лесбиянством Но начинается все с того, что старые мыши грызут молодняк И вот теперь смотри Мы это знаем, и есть это описано красиво, как это все происходило Давай мы сейчас сделаем жесткую штуку Мы возьмем и положим это на наше общество На общество людей Если там про гомосексуализм, про эти вещи мы говорили То про людей возрастных мы не говорили И я сразу начну приводить примеры Из того, как возрастные люди в нашем обществе отвоевывают место под солнцем То есть вообще то, что в старости человек становится ребенком и требует к себе внимания Это уже априори понятно То есть он детей нет, мягко говоря И об этом не принято говорить вслух То есть уже под это подводятся болезни Типа там деменция Там уже проблемы А на самом деле, вот возьмем люди в возрасте Ушли на пенсию Рано ушли на пенсию, замечу 55 женщин уходили на пенсию Это молодой возраст для женщины И вот молодая женщина уезжает, как правило, куда? Деревня, дача, я буду садить огородик Я уже отработала свое, работать не буду И вот объединяются по интересам такие молодые женщины Такие молодые мужчины Говорю молодые, потому что они физически не способны Да, да, да Вот, и им ничего не надо И образуются популяции в виде товариществ, собственников Дачных кооперативов и так далее Где они доминируют Они могут доминировать какое-то время Ну, можно сказать, ну как-то товарищество собственников Вот строится дом, там же молодые семьи покупают квартиры И мы точно так же Вот я могу привести пример на нашем товариществе Тоже купили квартиру Когда там были молодые Мы там классно поставили видеонаблюдение И все было классно, классно, классно Но вот прошло 11 лет Незаметно прошло 11 лет И люди постарели И когда пришло время поменять видеокамеры на новые С новым разрешением И за это надо было доплатить всего 2,5 рубля в месяц 2,5 рубля 1 доллар Это даже меньше доллар Даже меньше, да И что сказали наши стареющие Члены кооператива товарищества собственников Нам не нужны камеры Не нужны камеры в лифте Наши дети уже выросли Им не надо ездить в лифте Им не нужна безопасность Это одна сторона медали То есть идет прямая деградация Это вот общество Где начинает доминировать Стареющее сознание Которое физически еще работоспособно Но оно стареет морально Ему уже не надо ничего нового Оно не желает дальше развиваться Оно не хочет развиваться Оно тупеет Оно хочет Но при этом оно хочет быть важным Ему нужно признание Это трон сатаны Я же статус хочу Я хочу, чтобы вы все меня уважали А я вас буду учить Возьмем соседний дачный кооператив Ровненько это все Как раковая опухоль Перекрывает артерии Вот она начинает размножаться Вот она выделила эту опухоль И она перекрывает кровеносный сосуд И сосуд по-другому работает И эта раковая опухоль Начинает разрастаться Соседний дачный кооператив Деревня Конкретная деревня Я обращалась в сельсовет год назад Между деревней Чертяж И между деревней Боровцы Дорога была Но там товарищество дачное Решило, что дорога им мешает И оно ее перекрыло И теперь сельхозтехника к полям Идет 12 километров в объезд 12 километров Вместо 2,5 С ума сойти И получается Пережали Артерию пережали И ни сельсовет Никто ничего сделать не может Потому что Согласно законодательству Здесь у них свои законы Вот она старость и смерть Вот она старость и смерть Они себя зажали в кольцо И перекрыли сосуд Точно так же в теле все происходит Один в один То есть это раковая опухоль Точно так же Нам не нужен интернет Нам не нужны детские площадки Нам не надо развития Нам не надо асфальтированные дороги Нам нужна А государство Да, если государство даст То тогда хорошо А нет, идите все Мы пенсионеры Нам и так хорошо Да, мы траву косить не будем Мы ничего делать не будем Нам и так хорошо Мы деградируем Да, да, да И получается Смотри Получается, что вот это общество Оно как бы Вспомни Советский Союз У нас же тогда на заводах Надо было, чтобы Выбирали старшего Мы сами выберем директора Вот Вася Забулдон должен нами руководить И тогда были проблемы Потом уже прошли годы И поняли, что Забулдонов надо выгонять Потому что они не профессионалы Но вот этот вот подход Что народ же выбирает Да, у нас народ голосует Народ все делает Под это дело Получается, пенсионер Он же заслужил Он заслужил Он должен это все Выдвинуть вперед И получается, что под это дело Выделяются ячейки Под раковую опухоль Стареющая клетка Которая должна еще Работать на организм Начинает перекрывать работу организма И мешать работе организма Она становится больной Болезнью Она становится больной И казалось бы Так все мы будем Нам же уже с тобой за 50 Мы все скоро пенсионеры Да Если по старым законам То возможно уже бы круто подошли К пенсионному возрасту И даже вошли бы в него Но получается, что Человек с опытом В свои там 50 с лишним лет В 60 лет Вместо того, чтобы нести мудрость И развитие новому поколению Он несет зажатие, деградацию И в старость кто-то приходит один Себеям и никому не дам Да Кто-то в старость приходит один Кто-то с мудростью А кто-то с альцгеймом Да, однозначно У каждого свой друг или попутчик В старости Как лакмус Да Как прожил жизнь И вот смотри Как прожил жизнь С тем и пришел И вот смотри Тут нарисовывается проблема Ну вот Я уже проговариваю проблему Законодательного уровня Ту проблему Которую, наверное, вслух Не решаться даже озвучивать Там в национальном собрании Потому что на эту тему Надо менять законодательство Надо раковую опухоль убирать Потому что Вот даже Я вот сейчас беседовала с председателем сельсовета Офигенный мужик Хозяйственник И так далее Но На его территории Есть вот эта раковая опухоль И по законодательству Он к ней Никак Там свой устав Там Государство в государстве Там свое ГАИ То есть Если там прописано, например Что на территории нельзя парковать машину Они могут вызвать ГАИ ГАИ приедет и заберет То есть Это не дорога местного назначения У них все свое То есть Это раковая опухоль Государство в государстве Это раковая опухоль Живет по своим законам И эти законы диктуют деградирующее сознание Которому ничего не надо Все как в теле Все как в теле Один в один И когда ты это видишь Ты понимаешь А зачем созданы такие условия Те же самые товарищества собственников в городах Ну какая разница Вертикально дом стоит Или горизонтально дачи лежат Суть одна и та же А те же самые Товарищества собственников в городах Проходит 10-15 лет Идет та же деградация И на сегодняшний день я смотрю Там где работают джессы Где работает государство Надо видеокамеры Государство согласовало Жировки включило и пошло А здесь нет А здесь уже препятствия Здесь уже палки в колеса Здесь мы Это наша раковая опухоль А деньги собираются Ресурс собирается с людей Вопрос как он распределяется Никто проконтролировать не может Потому что это наше Мы сами как хотим Пока мы молодые развивающимся Эта система работает А пока мы старые Не работает Но что тогда делать с людьми возрастными Мы же тоже туда приходим И ты знаешь Я когда на это смотрю со стороны Я понимаю Что надо менять пенсионное законодательство Полностью И самое главное Больно будет слушать Но надо увеличивать пенсионный возраст Человек должен ходить на пенсию Не раньше Человека надо стимулировать Двигаться Работать И вот например Мой выход на пенсию Если я выхожу на пенсию Я же все равно буду заниматься тем Чем я занимаюсь Мне вообще пофиг Я буду работать и до 80 И до 100 Так согласись Что у нас даже с тобой нет Нет темы пенсионного А нам какая разница Какая разница Пенсионное Нам какая У нас интересно Есть любимое дело Есть любимое дело Есть интересная жизнь Есть семьи У нас нет Мы двигаемся Мы постоянно в движении А если человек ходит на работу Просто чтобы дожить до пенсии И потом вот так Продеградировать Извини подвинься Надо создавать условия для работы И здесь Я буду сейчас говорить болезненные вещи Вот опыт Китая, Вьетнама Азиатских стран Когда мы, например Разговаривали с китайцами А как у вас там досматриваются родители А как у вас И здесь очень много Ложится на детей С одной стороны С другой стороны Нету такого социального обеспечения Как у нас Нету таких пенсий Таких поддержек Более того В 70 лет еще забирается квартира То есть Там Человека заставляют Сохранять здоровье И заставляют Жить и работать И за счет этого Увеличивается Долголетие И тогда уходят вот эти болезни Ой У меня Это Я уже Возраст 50 лет Уже все Я уже помираю свои 50 лет Подожди У тебя нет интереса Жить Ты уже от жизни отказываешься Так ты потом будешь Приходить в следующий день Инвалидом Потому что ты здесь Отказалась От того Чтобы жить полноценно Для того Чтобы родиться дальше Здоровой В следующий день Прийти здоровой В следующую жизнь Прийти здоровой Надо уйти здоровой Если ты уходишь больным Ты приходишь больным И по-другому не будет С чем заснул С тем и проснулся И вот этот переход Довести стариков До того Чтобы они уходили В кайфе В любви Окруженной детьми Занимаясь Единым каким-то Семейным бизнесом Делом Китай Вьетнам Там везде Везде семейные бизнесы И я смотрела Мне сначала Дико Как это там Нету Вот этой пенсионной поддержки Там Когда начали местные Рассказывать Что там совсем все не так Как у нас И казалось бы Это все плохо У нас же социальное государство Хорошо А потом я понимаю Как они увеличивают Срок жизни Своим родителям Как важна тогда семья Как тогда дети Должны заботиться О своих родителях Вот она ответная любовь Вот она ответная забота Вот они семьи без ссор Вот оно Но тогда семейный бизнес Надо ставить Тогда надо поднимать И поднимать вопросы Не просто по пенсионному Обеспечению Но и о том Что должны быть ИП Развиваться И в старости Чтобы было легко Открывать ИП И чтобы ты там Не государственную работу Например А семейный бизнес Поддерживал Если ты фермер Ты передаешь детям И вместе с детьми Ты до глубокой старости Идешь Если ты там Занимаешься здесь Бизнесом В городе Например Точно так же Тогда семейственность Тогда бизнес Реорганизуется Насколько для государства Ключевая Больная тема Иначе Вот мышиное царство Оно деградирует Оно вымирает Вот они голубые Слава богу Что у нас Это перекрыло Пока государство Вот они лесбиянки Это следующий этап Но оно уже есть Оно уже подсвечивает И Европа уже в этом гниет В своем социальном государстве И ты знаешь Вот когда на эти все вещи смотришь Понимаешь Что у нас на самом деле Подходы в Беларуси Они очень-очень крутые И они очень правильные Но пришло время Вот эти вот раковые опухоли Убирать Это наследие Советского Союза И пришло время Как бы болезненно не было Я чувствую По нашим вот этим подкастам Будут что мы такие-сякие Вот сами дойдете Сами узнаете Как тяжело Там вплоть до проклятия может быть Но ребята Если смотреть глобально Если вы хотите Если разумно смотреть Если разумно смотреть С разума Если вы хотите Проснуться в здоровом теле Минимум 70 лет Пенсионный возраст Минимум Иначе Иначе Лень поглощает И все И начинаются болезни Начинается Вот эта раковая опухоль Которая съедает Все вокруг Все вокруг Оно и вокруг съедает И самого человека съедает Он начинает болеть Он живет поликлиникой Он достает этих врачей Те же врачи Те же врачи тоже болеют Потому что они тоже люди Их постоянно им кровь сосут Мало того Да Мало того Они же сжирают Своих родных Потому что Им же надо рассказать Им же надо обвинить Мне плохо Все Это все съедается Это все съедается И получается Ленивый на самом деле Вместо мудрости Которая приходится С возрастом С возрастом Мудрость приходит Вместо мудрости Вместо жизненного опыта Ведь тот же мир животных Вот возьми Я не знаю Носорог Родила Или слониха Родила слоненка Слониха Растит слоненка Почти до 20 лет То есть Все как у человека И она о нем заботится Она ему передает Свой опыт И стадо передает Свой опыт Они его воспитывают И обучают На своем опыте И он пошел С опытом С мудростью Своих родных А в человеческом стадии Это не происходит Вот она Вот она подмена В нашем обществе И как бы это ни звучало Сейчас Я уже монологом Я тебе не даю говорить Нормально Но просто Ты знаешь Когда вот это все Комплексно видишь Целостно видишь Ты видишь Это не одной Разрозненной проблемой Что ой там дорогу Где-то перекрыли Вообще-то дорога Ко мне не имеет Никакого отношения Ты сразу Идешь это в объеме Ты видишь Сразу целостно Вот она раковая опухоль И эта раковая опухоль Она будет сжимать И сжирать Все по образу И подобию Все абсолютно Смотри Те же слоны Они передают опыт Для чего? Для того Чтобы популяция Не исчезла Не исчезла Чтобы не вымерла Чтобы не вымерла Вот смотри А человек что делает? А человек Мне дайте еще и в 45 пенсию Дайте при этом Дайте А я буду Я на даче буду Что-нибудь садить И на наши слова Что мы говорим Трудиться надо Работать Человек будет говорить Как я столько делаю Я физически Я нарастила кабачков Я столько делаю Но ведь Твой мозг От этого Не развивается А деградирует Потому что Ты сужаешься Все Постоянно Вот Сужение идет Да А на самом деле Если взять Тех же самых мужчин Вот смотри Вот мы говорили Сейчас С нашим Георгием Васильевичем Помнишь? Как раз перед тебе Разговор был по телефону Национальная академия наук Ему же за 80 У него ясный ум Да Физическое тело Уже не слушает А ум ясный оставался И понимаешь Когда Понимаешь Что человек Он и в 80 Жил и живет психологией Потому что Это его хобби Это его жизнь Это его Его мудрость Ему это интересно И знаешь Сколько мужчин Когда я смотрю Которые увлечены У них же тогда Сохраняется И физическое здоровье И психическое здоровье И ладненькие Такие мужички В свои 80 Два дочков Да Полноценненькие Полноценненькие мужички Никаких проблем А как только Сдыхающие Она уже в 50 лет Сдохла Потому что у нее Нет интереса жить А на самом деле Это лень Это лень Сжирает лень Мне все должны Я уже достиг Пенсионного возраста Все Детки Мне все должны Теперь И детки Разбежались Да И даже Внуков возить не хотят Да Все Ты пошел В деградацию Ты полностью Остановился Такой Превратился В паразит Обслуживайте меня Все Это грубо Я понимаю Что грубо Но это так Если на это смотреть Разумно То это так И при этом Сознание ему Тут же И детям тут же Подсказывает Смотри Он детей нет Да Он детей нет Он уже готовится Родиться Но он уже родится У него будут Проблемы с интеллектом Да У него будет Отставание в развитии Он будет плохо учиться В школе как минимум А потом у него будут Ранние Сахарный диабет Или там Проблемы с желудком Или проблемы с сердцем И еще проблем С тем с чем он ушел С тем он и придет Конечно Этот чемоданчик Он переносит с собой полностью Точно так же Заснул Проснулся С чем заснул С тем и проснулся И человек не хочет Об этом думать И вот здесь религия Сыграла отрицательную роль Обрезав ночь И обрезав следующий день Оставив только один Один день В котором постоянный Как день сурка Вот он Да День сурка А потом ты воскреснешь И пошли байки А ты посмотри В глаза своих детей И сравни там Недавно У родственников Видела Фоточку Ребенка Смотришь в глаза А там мама Понимаешь Мама бабушки Этого ребенка Вот оно Ты из глаз не уберешь Все Это перетекание сознания Она пришла И она будет дальше играть И когда ты знаешь Что здесь у нее был талант К этому К этому К этому Вот здесь ты уже у внучки Это будешь развивать Потому что это все уже Конкретно На самом деле Нам своим детям Вот Нечего передать Вот Когда люди Достигают пенсионного возраста И все Останавливаются Я уже пенсионер Я уже пожил свое Я уже все На самом деле Это Знаешь Передать Самому себе Это мы говорим Что детям своим Нечего передать А это ведь самому себе Самому себе Тебе нечего передать Кроме Ограничений Да Кроме ограничений Кроме должны И кроме Вот вам Я вам дал Эту квартиру И несите Как красное знамя Да Это я уже вам дал Или там что-то Понимаешь Вот оно Нечего другого Нет Нет чего передать И тогда естественно Какими рождаются люди Да Ничего не И кстати Когда человек Еще привязывается С возрастом К недвижимости Я же тебе передал Там дом Или я же тебе передал Квартиру Ты знаешь Я могу например И своем сказать Я могла бы иметь Другие дома Нежели Например Этот дом И они были бы Более дорогие Более качественные Более Но я Получила наследство И я Привязана этим наследством И я его пытаюсь Ввести в какой-то вид В комфортный В какой-то комфорт Но при этом Я понимаю Что если бы у меня Не было этого дома У меня были бы Крылья свободы И я бы имела В 10 раз Лучшую недвижимость То есть это для меня Тормоз А мои родители Например считали Что они мне Сделали драгоценный подарок Вот оно Когда ты свободен Когда ты работаешь Когда ты развиваешься Не привязан И в то же самое время Продать Меня сдерживает Одно дерево От продажи Этого дома Ну да Смотри Это вот Вот о чем К чему это О том Что своим детям Тоже у нас принято Мы должны Помочь детям Своим Мы должны Помочь В начале Да А потом дети Нам должны Смотри И дети И дети Эти Знаешь Как наваливаются То есть И мы им помогаем Даем И квартиру Там и машину И бизнес Поначалу Ну кто что может Да А что остается Нашим детям А ничего не надо У меня все есть Некоторые только Некоторые Ну нет Я сам Наш интерес И пошел дальше Развиваться А в основном Начинает Кстати даже взять Каких-то известных людей Да Обеспеченных И очень же ведь Часто слышим Что дети Их деградируют То есть они Наркотики Там Алкоголь Все почему Потому что Костыли есть Не надо развиваться Остается Нет желания развиваться У меня все есть Юху И во все тяжкие Разум не передали Разума не передали Не дали разума Мудрости И не дали А почему не дали Потому что у самих Нет мудрости Нечего передать Кроме недвижимости Материальной И ты знаешь Я могу даже Привести пример Когда так рассуждают люди И когда им Нечего передать Да Я знаю просто Примеры семей Где Род закончился Закончилось размножение Потому что Родители воспитывали Говорили Ой ты у нас Богатая невеста Ты смотри А то хлопцы будут смотреть На твою квартиру Машину Бизнес И в итоге И это Богатая невеста Сидит в зендуке Никому не нужна И никому не нужна Потому что сама себе Не нужна Да Потому что Подменили Любовь Вот это старческий маразм Вот она Жадность Вот она Жадность И деградация Вот она Это мое Я поставлю Перекрою дорогу Вот оно Это мое Сюда не нужен интернет Здесь не нужны детям развития Я не буду это делать Я не буду это делать У меня вот мой участок И все Моя хата с краю Ничего не знаю Вот она Деградация Привет Ты проснешься В следующей жизни Деградировавшим уже И это Это факт И плюс ты еще Успеешь подцепить Кучу болезней Потому что ты гниешь Потому что Злость Агрессия Обиды Вина Все Вот это В Китае Опыт китайцев Помнишь Вечером Выходишь на улицу Сотни Стариков Которые занимаются Зарядкой Танцуют Кто-то поет И все Спрашиваешь А что это они делают А это у них клубы По интересам Потому что Они же старики Ну там Возраст такой У них там И 80 И 90 Они такие гибкие Скажи Какие гибкие Ногу поднимут Что-то там Растягиваются Занимаются И ты смотришь На улицу Это было красиво Это очень красиво Когда мы шли Утром ранним А они все стоят Кто какими-то А утром это потом Следующая партия А вечером Когда в один час Разряжены Платья красивые Это же они не для туристов Танцуют Они для себя Танцуют Музыка звучит Вот здесь и эти Старики танцуют Здесь и эти Здесь и эти Блин Я смотрела Думаю Как У вас же нету Социальной поддержки У вас же нету Удач У вас же нету Этого ничего Зато у вас есть танцы Зато у вас есть общение Зато у вас есть жизнь Своя жизнь И эта жизнь Вам интересна До самого последнего дня И у них там Да У них постоянная стимуляция К тому Чтобы работать Чтобы они работали То есть постоянно Двигаться 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 Там даже как-то Дети Даже Мне такое чувство Я не помню У меня в памяти Остается Что дети Занимаются Своей жизнью Нет такого Что они должны Обеспечить Они не должны Но в большинстве Своем Когда в 70 лет У них же дом Больше 70 лет Стоять не может Соль разрушает его И они получаются Что в 70 лет Старик теряет квартиру И он как бы На новую Уже не может заработать Не может себе купить И тогда вмешивается ребенок И он живет с детьми Досматривает ребенок То есть Там своя система С ней тоже Имеет смысл Познакомиться Но мне очень понравились Вот эти вещи Когда люди общаются Когда занимаются Когда им интересно Можно конечно Сказать У нас тоже есть Хор Придыка Но слушайте Мы пока говорим Не об этом Вы со своим хором Придыка Ни разу не были В Минске На площадях А это кстати Для туристов Очень сильно интересно Это привлекает Туристов Мы ходили Рот раскрыв На самом деле А когда Прицепились К одной пенсионерке Начали расспрашивать Насколько это все У нее там Реально И она там Рассказывала Не знаю Вы тогда были С нами Когда она сказала Что она выиграла Конкурс Им дали путешествие Вокруг света И награду Что-то в конкурс В танцах Каких-то И она еще Путешествовала Вокруг света На каком-то корабле То есть Но там Из очень большого количества Людей Она там С кем-то Победила Почему нет Блин Ну это же Представляешь В конце жизни Когда ты всю жизнь Работал Ты еще Кругосветку Совершила Это вообще Охрененно То есть Кто на что Гораст Это все Плачивают И дети Государство В этом не участвует Как ни парадоксально Оно не социально В этом плане Они плачут Старики Сами И дети Блин Я понимаю Старая стимуляция Стимуляция Живи Живи Радуйся жизни Работай 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 Чтобы тебе было интересно Чтобы ты сохранил здоровье До старости Чтобы ты сохранил Долголетие Когда ты В 50 Там с лишним лет Говоришь Все Я на пенсию Все Ты принял решение Ухожу Мне это Жизнь интересно Это отказ от жизни Я на дачку А когда у тебя Отказ от жизни Что у тебя Начинается У тебя Начинаются болезни Вот Привет Разрушение Разрушение Начинается И опять Государство Содержит Отказ И смотри Опять такие Пенсионные вещи Вот человек работает Дети работают На то Чтобы просодержать Своих родителей То есть Вот наше поколение Работало Содержало Предыдущее поколение Наши дети Уже будут работать С пенсией Содержать Следующее поколение Нифига Надо чтобы Сколько заработал Столько ты тратишь На счет Должны эти деньги Но в нашем государстве Тяжело перейти Значит надо Какой-то переходный период Чтобы человек Знал и решал сам Вплоть до того Что решал сам У меня есть накопление Мне столько хватит И все Я как-то проживу И ухожу Работаю Не работаю Но в принципе Здесь вообще Тогда это К пенсионному законодательству Никакого отношения Не имеет Потому что Если я ИПшник Хочу работаю Хочу не работаю Вот оно Стимулировать Семейный бизнес Изменить систему бизнеса Дать возможность Свободы Дать возможность Какую-то Упрощенную систему Налогообложения Плюс Возможность Платить благодарности Государству За то Что Очень часто Хочется Кстати Поблагодарить Государство А понимаешь Некуда А у нас Эта система Пока не предусмотрена Хочется поблагодарить Иногда врачей Иногда учителей Иногда Эта система Благодарности Не предусмотрена Вот А она должна быть И Если мы Меняем Бизнес Варианты бизнеса Расширяем Даем возможности Более широкие То тут же Мы выходим Совсем на другую старость Совсем на другое Пенсионное обеспечение И тогда мы будем Говорить Что надо отказываться От этой формы Социального Поддержания Населения В болезнях И в отказе От жизни По сути дела От стимулирования Раковой опухоли Блин Точно нас закидают Тухлыми яйцами Но это правда Просто Это болезненная правда Ролик надо Слушать в разуме Включив разум Не включая программы Да А Включить разум И слушать Да Только так Иначе Иначе Знаешь как Иначе Человека может даже разорвать Между прочим От злости Прям задымиться Ну конечно Мы засранки Позволили себе Говорить на такую тему И позволили себе Сказать Что от пенсии Надо отказываться Ребята Хотите быть здоровыми Надо Да Должны быть Хотите быть здоровыми Должны быть Живые глаза Работайте Да Пока вы работаете Как только вы Перестаете работать Адьюс из жизни Вы тогда Ненужная система Движения Сами включаете Старость и смерть И вы сами Включаете Старость и смерть Накладываете эти Фильтры И тогда тело Быстренько 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 Уходит на покой И скорость Ухода на покой Будет зависеть Как быстро Вы детинеете Конкретно Чем более Вы вели Паразитарный образ жизни Тем быстрее Вы будете Детинеть Тем быстрее Вы уйдете на покой А детине Для того Чтобы быть В зависимости От детей Я маленький Я уже старенький Позаботьтесь Об этом Да Вы меня должны И все И пошло Детинство Блин Это так очевидно По образу и подобию Можно вообще Прочитать все Абсолютно все Казалось бы Несочетаемые вещи Невозможно Как это можно По образу и подобию Там чего-то Соединить С чем-то Легко Когда ты в разуме Когда ты видишь целостно Да 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 Человек Живет Пока он работает Пока он трудится Вот даже На примере мышей Ты накладываешь На человечество И все Полностью читаешь А иначе деградация Самое интересное Что Все попытки Восстановить Мышиную популяцию Вот этих мышей Которые уже деградировали Перенести И чтобы они Заново начали Развитие Нет Они уже гибли Это уж все Сгнивший рот Сгнившая цивилизация Это перезагрузка На уровне цивилизации А смотри Как гниет Человека Разумного Типа цивилизации Смотри Как она сгнивает Посмотри сейчас На США На Европу На Европу Да Европа вообще Вогнивает Она Она вот на этой стадии Находится Которая уже На четвертой стадии Конкретно Не просто так Папа Римский После того Как были проведены Эксперименты Он один из первых Посменил Посетил Колховно И после этого У них были Закрытые общения Но здесь Дальше можно Не продолжать На широкую аудиторию Возьмите Откройте Википедию Почитайте сами Да вообще Само слово Рим Перевернутый мир Мир перевернули Стал Рим Вообще Вот это Зазеркалье Полностью Пошло искажение Искажение Истории Искажение Всего Искажение И человек Впал в искажение Именно В зазеркалье Все А читать Знаешь Как это Шифруют Или шифровали Раньше Писали через зеркало Вот оно Человек живет Через зеркало Прочтите То есть Это то же самое По образу и подобию Или в разуме Прослушать нас Или чтобы проснуться Это надо Просмотреть свою жизнь Через зеркало И посмотри Что ты писал В этой жизни Посмотри Что ты сеял И ты будешь Видеть Что ты будешь Пожинать Вот твое детство Отраженное В старости Вот твои болезни Которые ты посеял В этот период Человек думает Что он делает Отражен Продолжает искать смерть На автомате Продолжает искать смерть Как этот придурок Который упирается в стенку Барабанец И думаешь Нахрен было помогать Лучше тоже сразу ушел И не возвращался Вот так всегда Жестко но факт когда у человека не работает мозг нету разума о чем тут говорить да когда не работает когда человек сам отключил его а думает что самый хитрый нет обманул сам себя все и никак надо видеть систему целостно на самом деле надо видеть систему целостно и менять систему целостно и целостной системе нужна мудрость ей нужна мудрость не не нужно деменции ей не нужна взяты just реки не нужны нужна мудрость опыт нужен опыт у нас есть флешка жизненным опытом и мы поддал молодому поколению тот опыт нужен а что вместо него мы получаем благодаря52 созаров показатель показатель развитие человечества старость если в глобальном то есть старость по сути своей это должна быть мудрость да покажи мне мудрых стариков сальцгеймером пожалуйста с паркинсоном пожалуйста с деменцией пожалуйста сейчас мудрость проявляется более-менее ну то есть если проявляется то она именно в среднем возрасте проявляется где-то до 70 еще можно сложно да да можно а потом все вырубает на пока человека интересно то дело пока он занимается до его может быть мудрость как только совершенно верно интерес это действительно то что не дает деградировать до интерес удерживать человека в жизни он не дает болеть и он не дает деградировать как только человек теряет интерес начинается деградация и начинается болезнь и уходит мудрость прощается и приходит старость и приходит сразу с всеми вариантами болезни выбирай только надо все на все это посмотреть честно открыто из разума из разума не из лжи самого себе или кого-то и не из жадности как они не дадут я же подумай просто зачем тебе пенсия ведь это так это костыль который тебя приведет деградации если если человеку которого там допустим травма ноги произошла да и ему дают костыль но правильно костыль как бы в определенный период времени действительно поможет восстановиться но потом надо откидывать костыль а если ты не откинул я пошла деградация трава атрофируется конечность все я восстановлю вас без костылей да да так по-другому и не мог невозможно восстановиться желание я хочу жить мне интересно будет полноценной жизнью до жить да это об этом а ведь знаешь как а костыль и тогда все смотри как она внешне остальные жалеют жалеют на что уважают подмена такая уважают инвалида да ты инвалида или правильно малида сказала или если человек допустим хромой уважают тогда если такая подмена такая идет искажение на то чтобы стимулировать быть бедненьким несчастным больным это выгодно получать парадоксальное восприятие мы полностью разложили эту тему вот просто подробно разложили тему на примере хокинга да если бы не его инвалидная коляска да он бы свои идеи мог совсем не протолкнуть человечество да а так благодаря этой улика и люди он въехал он въехал благодаря этому но что да потому что инвалид это же все ведет деградации и он пытался въезжать через кого через вот этих мышей загрызающих молодняк но инвалида уже пропустили чтобы пройти хоть как-то чтобы пролезть хоть как-то вот она наложи мышей на человеческое общество все вот лакмусовая бумажка просто читая все читай и просто честно смотри на общество исходя из этого принимая решение что оставить а что выкинуть наложи онкологию на общество и посмотри где у тебя раковые опухоли и удали их потому что у этого места где сейчас раковая опухоль которая устанавливает свои законы должен быть один координатор который все координирует и он должен иметь доступ сюда а если он сюда доступ не имеет как например председатель сельсовета не не вправе над дачными этими все все до свидания и тогда будут и злоупотребление но при этом они же отсасывают государственный ресурс но раковая опухоль всасывает ресурс организма саса ладно артерию перекрыла можно найти кучу вариантов вот например самый вот примитивный вариант который сразу приходит в голову да но если надо например стырить деньги что мы будем делать поставим шлагбаум который не будет работать и будем регулярно вызывать милицию гость поломали шлагбаум поломали и чинить его потом проверь сколько раз ты чинил шлагбаум и ты увидишь и я уверена он минске сколько шлагбаумов стоит до подачный кооператив сколько шлагбаумов проверьте шлагбаумы только вы найдете кучу денег это вот первое что и можно так посмотреть водокачки газопроводы электроэнергию там и так далее блин ребята но это это примитивно это на но это раковая опухоль это раковая опухоль но это же болезнь вас она же войдет ваше тело конечно зачем это вы болеете это вы болеете живете в больном обществе заражаете это общество и живете в этом обществе больном вместо вместо здорового красивого искреннего чистого из любви знаешь как слушая наш этот стрим сейчас ну или ролик ой там сейчас нас будут за тебя слоя не сказать вы очень жестокие вы такие вещи говорите как где любовь помеш подмена тоже любви у человека подмена то есть позаботиться это любовь солгать эти мере да а это ему льнуть вот это это жестокость посмотрите к чему приводит лицемерие до любовь такая в кавычках да к чему приводит и искренность когда человека стимулирует чтобы двигался сам до к чему приводит первый вариант приводит к деградации а второй к развитию же также как в науке если ты очень умный написал свои две странички да да то ты туда должен еще добавить минимум сто для того чтобы там на как же все ученые на кого-то должен на предложить имена да ты должен вести но должен на стану без нас тебя бы не было и получается эти две странички в этих ста растворились они никому не нужны потому что едет сзади этот поезд экипаж который не нужен вот она наука тут и образование надо менять тут ой тут но если ты целостно смотришь не просто тупо этих муж и мышей накладываешь на человеческое общество получается очевидным фонтан света и ты видишь это меняем это меняем для меня здесь выбираем ограничения сегодня благодарности здесь устанавливаем полностью прозрачную систему здесь один хозяин который координирует все и все система начинает дарить и дышать все на кстати в беларуси это возможно у нас у нас очень хорошо работает вертикаль на самом деле у нас возможно возможно да в европе уже нет уже в европе уже все там очень сильно очень мощно развита однополость очень сильно и поэтому там там уже эта стадия когда уже не остановить к сожалению я когда смотрю вот иногда ролики в титуле подкатывает такой смех берет да это капец настолько деградации пытаются еще сказать детям будьте толерантны нет нельзя быть к этому толерант нельзя это то же самое сказать очень хорошо болеть да поэтому надо болеть вот именно это один в это равно я если ты ребенок да 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 это вот просто равно если ты своему ребенку говоришь будь толерантным смотришь на это ну ну будь толерант это равно что ты своего ребенка говоришь хорошо когда болеют болезнь это хорошо болей ты да пусть твои дети болеют это еще лучше вот она правда ложь искренность открытости вот когда ты из целостности видишь вот эти все процессы ты видишь именно поэтому славянский народ я буду говорить славянский чтобы никого не обидеть славянский народ действительно это народ который знаешь как сказать не дает жизни погибнуть остановиться потому что включается разум своевременно да вот когда ты подходишь какой-то черте к черте заметь ты подходишь дарти и вот ты можешь шагнуть за нее уже возврата не будет это вот как уход человека в следующую жизнь если человек перешел за черту казалось бы возврата нету но сегодня мы понимаем разум может творить чудеса и может быть возврат да да но для этого надо чтобы было сила жизни и для этого надо чтобы тебе протянули руку помощи более широкое сознание иначе не получится для этого надо просто проснуться в разум проснуться тебя должен кто-то побудить не это это как правило более широкое сознание если человек зашел за черту сам он уже не вернется и вот сейчас общество подошло саму не вернется надо чтоб сознание более широкого на штаба протянула руда сказал давай я тебе скажу что сейчас все таки это происходит не просыпание сейчас происходит во первых сейчас очень сильно проявлено в мире прямо вываливаются скелеты из шкафов просто они валятся и по парадоксу и все становится тайной открыт благодаря интернету посмотри благодаря интернету мы видим множество шкаф этих скелетов и шкафов при при всем при том что интернет это ловушка деградирующего сознания парадокс потому что все во благо во благо главное с какой то стороны смотришь да на столько интересная жизнь отвечу и интересна и здесь надо все время двигаться 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 движение эта жизнь работа и та жизнь если мы интересе и детей надо учить эволюа интерий потому что тоже подмена существует работа да это вот на даче работать это не не об этом интерес всегда живой интерес когда тебе интересно вау вау ты занимаешься не идешь как я сегодня по моему видела в инстаграм выложил кто-то в значит ноги идут да это вот я значит это вот я так иду на свою любимую работу где меня ждет и там начинается перечень значит злость там не принять дождаться вечера там злой начальник с клойки какими-то перечень уже не помню но суть в том что кто написал кто тебя туда ведет дурачок что ли да если тебе там не нравится так смени займись своим любимым делом другой вопрос что ты не знаешь что тебе интересно да потому что ты никогда не обращал внимание на себя всегда отказывался от себя а как только ты развернешься и разберешься с тем что тебе интересно у тебя открывается другая жизнь и это счастливая жизнь хочешь быть счастливым работой в любви в радость и в счастье в интересе почувствовать и вес и расцветай живи в своем интересе счастье в тебе вот она есть смотри смотри есть природа есть земля ну то есть шарик наш есть жизнь да все есть да и человеческое существо что умудряется сказать жизнь такая сложная и при этом выезжая в лес какая красивая природа какое там значит как красиво птички поют да а возвращается к себе в жизнь какая трудная жизнь то есть да да отдали дал ты себе эту жизнь подарил подарил ты себе эту видишь ты эту природу в жизнь на земном шарике то есть страны ты все ты все себе ну то есть кто-то тебе будем так говорит да и получается человеку еще и дайте мне хорошую жизнь иначе все плохо дали природу дайте мне еще и хлебушка а я буду капризничать и быть недовольным но мне все дайте и дайте понимаешь вот оно все уже есть и ты есть живи в раю ты в раю продолжаешь искать и продолжаешь бы недовольны до виноват в твоем капризничать капризничать да разберись обвинять всех да у тебя уже все есть у тебя есть жизнь значит все есть нет да это так очевидно скажи такие вещи они разу они такие про они простые причем самое интересное когда капризничать женщина даже как-то это где-то прокатывает но когда я вижу когда капризничает мужчина это за рамками это злого этих мужчин растят и женщин но выращиваешь выращены женщин да да мужчины нету тогда да вот они тогда не полноценной семьи на вылазит если система выстраивается целостно да то целостно уходит и вот это неустроена целостность это гармоничность женщина как может женщина когда она несчастна выйти замуж она одарит другого мужчину нечто своим несчастьем кому нужна несчастная женщина да нахер она нужна пока ты в себе внутри не найдешь счастье но она никому не нужна но если только такому же храмому и бога ну конечно и она начинает становиться наш акулой такой которая хватит ты мне должен любой нет ты мне должен да я тебя обману обхитрю ты станешь моим вот они пошли пикапы нлп и все да 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 а жизнь так красиво устроена на самом деле продумано и же вообще просто невероятно красиво продумано настолько к тому чтобы человек это ленивое существо двигалась и не спала не было автоматом смотри пара у мужчины стремление по любому до стремление понравится к женщине женщине а это значит он будет развиваться у женщины стремление по понравится мужчине значит она будет развиваться смотри даже здесь продумано а человек ленивое существо умудряется и здесь затухнуть и стать паразитом до находясь в раю плакать что я хочу на пенсию ты мне бог должен я ж тут работал на тебя в твоем раю так и мне что было так тяжело в твоем поэтому я должен и на старости ты должен меня досмотреть и я буду болеть чтобы показать что твой рай и буду времени я буду капризничать я буду детей нет блин это он вообще твой рай плохой сидит такой да и оценивает и болеет капризный бьется по лапками ну и колоем с тобой приветы но на самом деле нас надо слушать из разума ну вот извините уже как есть из знаешь как не через да да не через сон не спящему а вот действительно знаешь из разума слышать открыто честно также как мы с тобой открыто и честно но если ты видишь целостно как работает система да ты будешь видеть то что зачем нам с тобой скажи вот лгать говорить какие вы хорошие ой какие мы хорошие ой там то-то то-то какой все да как мы с тобой же встречаем очень часто такие ролики да да на этом же построен облизать облизать зачем смысл смысл это то это то же самое что вот дать как мы и говорим костыль все да то есть хорошо костыль хорошо болеть ну ты ж бедненький несчастный понимаешь зачем лучше говорить искренне открыто как есть но это называется жесткостью или жестокостью дал кость а мы же хотим с тобой родиться в красивом и жить и родиться в действительно в развитом обществе ты знаешь я на днях провела не такой небольшой эксперимент я пошла против нашего правила в чате мамы добавила маму которая не была у нас на консультации то есть я же последнее время не добавляла и старые которые они либо прошли консультации либо по уходили как-то все чат работает и работает и я добавила одну маму и сегодня я смотрела что пишет эта мама даже комментарии оставила я вижу человек приходит в ожидании жалости с отказом от жизни сочувствие и так далее сопереживание он конечно он видит что здесь жестокость что вместо того чтобы сказать да 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 все я вижу что мама уже это отказалась от своего ребенка поэтому она на консультацию не не пойдет ну что же полный отказ вот он такой он таким и помрет и я ничего делать не буду и и работать не буду и я вот на это все смотрю и понимаю что блин есть разные люди и наверное один из моментов для нас очень важны научиться принимать выбор человека если он хочет быть больным пускай будет не мешай умереть человеку не мешай играть в болезнь человеку не мешай он такой же бог как мы и и это пускай он спящий это его выбор быть не надо мешать человеку играть в его тупую игру если эта игра только касается его вот я хотела когда эта игра заходит на территорию вот я хотела сказать он превращается в раковую опухоль то раковую опухоль надо вырезать вот он даже жестко даже столько вот закон парадокса и это правда